Сегодняшняя тема, видео посвящена мотивации. Существует много литературы на этот счет, но по сути дела она бесполезная. Тема очень обширная и интересная, и мы еще много раз будем ее затрагивать. В данном видео я дам вам краткий и проверенный совет, который обязательно вам поможет достигнуть своей цели. Итак, поехали! Совсем немного теории. В психике человека есть негативные и есть позитивные. Одно без другого никак. Это как плюс и минус, как инь и янь и так далее. Что это значит? Это значит, что человек может оценить что-то либо позитивно, либо негативно. И вам нужно это использовать. Но как? Позитивная оценка это, например, когда человек знает и хочет сбросить лишний вес и больше зарабатывать. Но на практике он этого не делает, потому что оценивает ситуацию позитивно. Он думает, вот с понедельника, с нового года, а сейчас не то время, не те силы и находит кучу отмазок. Ожидает подходящего стимула. Но в итоге, по прошествии времени, а это могут быть целые года, он остается там, где и был. Все потому, что он оценивал все позитивно. Как мотивировать себя? Суть в следующем. Пример. Не такой я и жирный, не так мало я зарабатываю, да и вообще у меня все довольно неплохо. Я и так себе нравлюсь. Меня все вполне устраивает. Это и есть позитивная оценка. И этот момент, на котором все заканчивается. Дальше ничего. Поэтому нужно использовать негатив. Да, звучит не очень приятно, но работает на все 100%. Поймите, человек такой животное, что без крайней необходимости не будет ничего делать. И логика тут у нашего подсознания такая. Если условия более-менее неплохие, то зачем напрягаться? Не так ли? Вот тут нужно создавать себе крайние необходимости самому, используя негативную оценку. Пример. Девушка хочет стать моделью, но ей говорят, мол, дорога, если ты сбросишь вес, ты не будешь моделью, а о карьере актрисы и подавно можешь забыть. И тут девушка понимает, что ситуация крайняя и нужно что-то делать. Но тут негативная ситуация сама собой разумеющаяся. Чаще всего негативную оценку приходится находить самому, так как подталкивать вас что-либо делать никто не будет. Поэтому нужно самому искусственно оценивать ситуацию негативно. Пример другой. Парнишку побили хулигана с района, и этот парень начинает усердно заниматься боксом и в тренажерном зале, чтобы обрести навыки и ответить обидчикам. Понимаете разницу? Этому человеку создали необходимость. Причем не используя дополнительный негатив, как мотивацию, ничего бы у него не вышло. Это очень важный момент. Поймите, что чем бы вы ни занимались, всегда есть кто-то лучше вас. Всегда кто-то может прийти на ваше место. Так вот, используйте свои инстинкты. Как это ни странно звучит, для достижения своих целей. Мотивация в спорте. И спорт тому очень хороший пример. Например, готовится парень к соревнованиям по бодибилдингу. Уже последние недели сушки, углеводов нет, а соблазн перекусить чем-то сладеньким такой большой. Так вот, в этот момент используйте негативную оценку. Помните, что если вы перекусти, если вы сорветесь и дадите слабину, вы проиграете и загоните себя в еще более худшую ситуацию и состояние, чем вы были вообще до занятия бодибилдингом. Так как в таком случае все ваши труды и работа будут бессмысленны. И мало того, ваша работа на смарку. На ваше место придет другое. Тот, кто держался и смог выстоять. Потому что объективно этот человек лучше вас. Он проявил силу воли. Он дисциплинированный. И он победит. И приз достанется ему. Представьте, как сильно это подавит ваше тщеславие и доминантность. Только так становятся победителями. Только так можно закалиться. И спорт в этом помогает. Он дисциплинирует и не дает опуститься до жалости к себе. Так как от инстинктов никуда не уйдешь. То тогда позвольте им сыграть на вашу пользу. Теперь по поводу мотивационной литературы, которая стала в последнее время так популярна. Часто можно услышать, что если любишь свое дело, то мотивация не нужна. Но это обман. Любое занятие превращается в рутину. И часто состоит из вещей, которые не нравится делать. И это нормально. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok